Около 57 миллионов рублей было вложено в реконструкцию стадиона на улице Солнечной в 8-м микрорайоне Одинцова. Работы провели в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что средства были выделены из бюджетов региона и муниципалитета. Программа нашего губернатора Андреевича Воробьева, благодаря ей появляются такие современные, комфортные, очень удобные спортивные объекты. Стадион действительно долгое время ждали все мы, и взрослые, и дети, и профессиональные спортсмены, и любители, и жители 8-го микрорайона, и города Одинцова, и те, кто приезжает сюда в гости из других городов. Все действительно ждали этого открытия, потому что это не только спортивный объект, это место притяжения для всех горожан, особенно жителей близлежащих домов. Объект спроектирован по последнему слову. Главное здесь, конечно, современное, хорошо освещенное искусственное поле, на котором установлено новое электронное табло. Многочисленных болельщиков ждут трибуны. Для спортсменов оборудованы раздевалки. Дорожка для бега, площадки для ГТО, на которые, кстати, сразу организовали сдачу нормативов для юных участников, и воркаута. Места хватит всем желающим заниматься физкультурой и спортом. Любителей футбола в Одинцово немало, от юных спортсменов до взрослых профессионалов. В рамках открытия стадиона состоялся товарищеский матч по футболу среди воспитанников школ Старого Городка и Одинцова 2006 года рождения. Первым сделал удар по мячу глава округа. Футболисты команды «Выборг» признались, что им очень понравилось долгожданное новое поле. До этого мы тренировались на Баковке. Это находится в той стране. Поле там, мягко говоря, не очень. Уже много лет этому стадиону. И вот это хорошая замена. Не забыли и о спортсменах серебряных лет. В рамках программы «Активное долголетие» на новом стадионе провели мастер-класс на тренажерах для занятий собственным весом. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.